привет привет сейчас поедем да к врачу да есть бложки немножко сейчас поедем да покажи какие глазки у тебя хорошие стали ой какие глазки хорошие покажи сюда кто там не хочется переноски не хочет переноски ой какая длинная извини кто там сидит куку куку чей это нос это твой нос мы поняли что это твой нос ручки хочешь сейчас пойдешь на ручку я считаю должен переноски по пищи и зиме по пищи ты перестанешь еще не злится зачем не злится может быть хочет кушать ребят мы уже дома вот котеночек всю дорогу пищал волновался куда мы едем чтобы мы едем а дома он уже спокойный да домой приехали малыш сейчас я ему разогреваю покушать сразу не стала его доставать из переносочки разогреваю ему покушать сейчас покажу что я разогреваю все-таки он должен привыкать к переноске мы постелили там чистую выстиранную подстилку это полотенчик а ветеринарной клинике сделали ему профилактические угольчики сейчас покажу вам что нам назначили а котеночек но нужно умаялся он спать хочет зайчик наш хочет спать ветеринарной клинике далее такие подарочки такую коробочку мой первый вискос здесь две упаковки рагу с курицей и две упаковочки рагу с ягненком я сейчас попробую нашему малышу предложить два вида еды это еду которую я ему готовлю сама бульончик с куриным мясом и немножко печеночки и риса в этом же бульончике и предложу ему еще рагу с ягненком может быть он покушает и также в этом подарочке был вот такой вот международный ветеринарный паспорт мы его еще не заполняли потому что нам нужно полечиться выглядит естественно рекламка здесь вот такой паспорт что касается назначение врача вот сейчас я вам показываю то что назначила врач она его смотрела сказала что скорее всего есть глисты безусловно потрогала ему животик посмотрела во рту на языке обнаружилась язвочка но она была не красного цвета белого и возможно что она уже заживает то есть нам нужно ее смазывать вот здесь видите пятый пункт ротовой полости язвочку обрабатывать винилином или раствором люголя но люголь неприятный вкус имеет а винилина безвкусные поэтому лучше все-таки найти в аптеке винилин она как-то сказала что это кальциевирусная инфекция или что-то в этом роде но ввиду того что мы котеночка взяли у подъезда то есть он был на улице за ним нужно наблюдать в течение 10 дней на предмет развития каких-либо вирусных болезней в том числе панликопения если вот эта страшная болезнь кошачья будет развиваться то у малыша появится понос но в настоящее время мы поносы не наблюдаем то есть тут все хорошо так значит она сделала ему две инъекции вот посмотрите первый второй пункт это средства для поддержания иммунитета и противовирусная форвет это противовирусная вот и пять дней нужно делать эти инъекции вот котеночек у нас в дороге немножко ну как немножко он конечно беспокоился он пищал мяукал но с одной стороны конечно я понимаю что это стресс для него с другой стороны он должен привыкать к переноске все равно нужно привыкнуть вот это такой можно сказать наверное переходный период когда все-таки к переноске нужно привыкать и продолжаем мы конечно же тетрациклиновую массе в глазки вот весит он 600 граммов и возраст у него два месяца вот и только после того как мы сделаем вот эти инъекции противовирусные поддерживающий иммунитет после этого только будем заниматься введением листов вы дадим ему глистогонный препарат и еще врач сказала что если я все нормально то есть мы за ним наблюдаем все хорошо то есть проходит язвочка на языке котенок веселый все хорошо него хорошо кушать то просто мы значит листогоним его выводим блох и соответственно когда ему будет три месяца то мы приходим делать прививочку ну то есть вот такие вот у нас сейчас планы я сейчас пойду его покормлю из переноски его не стала доставать чтобы он немножко адаптировался после поездки котеночек покушал да и мы решили оставить ему переносочку там под стилочкой чтобы он не спал ну ты дома уже до дома уже идти в свой домик идти в домик ну домик пойдешь покушал немножко может быть еще покушает принюхивается к домику сейчас покричит покричит пойдет спать учу так мало покушал пошел в домик пошел переносочку кость переносочку пошел ну ладно я думаю там ему будет лучше спать чем в коробке переносочки и мне мыть ее удобней может еще покушает там у него два вида еды наверное еще покушает сейчас не будем его трогать все водичку им поменяла домик зашел и отлично пусть посидит там немножечко адаптируется так сейчас у нас 5 июля около 9 часов вечера вот я приготовила теплый раствор ромашки тетрациклиновая мазь ватные такие вот турундочки и разогрела котеночку виска с ягненком который нам сегодня подарили ветеринарной клинике сейчас я ему дам покушать а потом обработаю ему глазки кисть ты где ты в домике да плохо видно иди кушать иди кушать ты идешь кушать ты кушать идешь иди сюда сюда иди до 10 иди кушать иди скорее вот он уже не боится мамочку вот твоя еда вот она на вот твоя еда иди кушай уже кушать не бегает уже от меня после посещения клиники сегодня утром он потом целый день спал отсыпался как дверцу я закрою на балкон котеночек наш честно говоря я и сама уснула потому что для меня тоже ты был своего рода стресс посетить ветеринарную клинику я так переживала за него что у него не так боялась ну и надо сказать что вот эта переносочка ему очень понравилось я когда постелила простынку в несколько слоев с ней мы ездили к врачу и он с удовольствием дней спит там дальнем уголочке и теперь уже у меня не боится подходит к моим ногам обнюхивает их ну и как видите не убегает от меня не знаю как завтра может быть завтра начнет убегать когда силы появится сегодня он конечно под впечатление первый раз в жизни он ездил к ветеринарному врачу в перенос очки сейчас наш малыш кушает тепленькую еду «Кушай, кушай, 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 кушай…» Не будем ему сейчас мешать, я тихонечко только постою И расскажу вам о том, что мы обработали его от блох и глистов Такой специальной жидкостью, которая наносится на холку И врач сегодня нам сказала, что эта жидкость начинает действовать на четвертый день И, собственно, как раз я уже с вчерашнего дня начала замечать, что блохи из него выскакивают И, собственно, валяются вот здесь местами дохлые Честно говоря, боюсь, что на меня они наскочат Но надеюсь, что все будет хорошо Я слышала о том, что кошачьи блохи на человека не, ну, как говорится, не наскакивают, не передаются Человеку Коробку мы выбросили, в которой он изначально сидел Вместе с маленьким полотенчиком, который я туда положила Выбросили, потому что все-таки блохи были у него И я сегодня, когда мы приехали от ветеринара, заглянула в эту коробочку И увидела, что на полотенце несколько блох подскакивает Вот, и мы взяли, просто закрыли ее Выбросили на помойку Теперь у него там все чистенько Вот у меня есть Я простынь старую порлала, она чистая, я выстирала хорошо И у меня таких вот несколько штук получилось, чистых Включая то полотенце, на котором он ездил к ветеринару Полотенце я постираю сегодня И буду менять ему вот эти вот каждый день простыночки Сейчас малыш покушает, и я ему глазки обработаю Может быть темно у нас сегодня Но так как 9 вечера, действительно темновато И я завтра утром вам сниму Как будет чувствовать себя наш малыш, вы посмотрите И завтра мы идем к 10 утра делать ухольчики Которые нам прописала врач И пойдем уже в ближайшую ветеринарную клинику Куда не нужно будет ехать на троллейбусе Вот мы пойдем пешочком В общем, такие у нас сейчас дела Ну, на мой взгляд Я пока не вижу никаких ухудшений Я вижу только улучшения Потому что малыш меня уже не боится Он подходит Вот, посмотрим, что будет завтра Конечно, волнуюсь, чтобы какая-то другая зараза не проявилась Которая может в нем сидеть И себя пока не проявлять Врач сказала, что 10-дневный карантин должен быть у малыша Малыш у нас изолирован Он находится на балконе Балкон мы чисто вымыли Потому что мы затеяли уборку на балконе Вот новые стеллажи поставили И я не успела их еще заполнить Как мы нашли котеночка И теперь он у нас живет вот на балконе Который абсолютно пустой Здесь ничего такого нет лишнего Чтобы он мог съесть или зацепиться В общем, вот такие дела Продолжение следует...